Редко бывает, что человека называют Петенькой или Сашенькой, и это никак не отражается в других моментах, например, на точности выполнения распоряжений, на сроках, именно в том, что человек проявляет старание в выполнении. Как правило, и там человек в той ситуации, когда возникнет вопрос, бежать ли за троллейбусом, именно там человек может не побежать. Помните эту вчерашнюю историю, что вопрос не о том, что он хотел опоздать, просто когда он увидит, что троллейбус уже вот-вот отойдет от остановки, у него возникает вопрос, бежать, не бежать. И вот надо, чтобы бежал, а он может решить, а что бежать, такая погода прекрасная, что ему дурак скакать. Потому что опознание для него не проблема. Вот такая вот идея. Значит, и еще один, на мой взгляд, очень важный момент, расскажу еще одну штуку такую, прием такой есть, называется пустая лодка. Это тоже стратагема, да? Пустая лодка. В чем идея? Ну, вы купаетесь, нырнули, выныриваете и головой об лодку какую-то. Значит, вы влезаете туда, чтобы объяснить лодочнику все, что вы о нем думаете, а в лодке нет никого. Пустая лодка. То есть, нет виновника, да? Стратагема. Ну, опять было дело в Древнем Китае. Некий, значит, некий князь вел войну против какого-то своего соседа, да? И был убит полководец. Полководец, заслуженный, пользующийся авторитетом, которого любили солдаты, который был такая верная опора трону, он погиб в сражении. Значит, нужно назначать нового полководца. Ну, посмотрели на кандидатов, выбрали одного, да? И, значит, сказали, ну, теперь ты будешь военно-начальником, значит, давай-ка выезжай к войскам, веди сражение. Полководец говорит, князь, все здорово, но прежнего полководца очень любили. У меня нет пока авторитета. А князь говорит, ну, хорошо, а что тогда? Чем я тебе могу помочь? Князь говорит, давай ты мне дашь подчинение какого-то, ну, такого известного сановника, да? Которого все знают, что он твой близкий какой-то, твой наперстник, такой близкий друг, что он высоко стоит. Значит, если он не подчиняется, то, значит, это как бы поднимает мой собственный вес. То есть, знаете, был такой анекдот, заводил у него Брежнев, да? То есть, если у него там, как бы, за... То есть, если этот человек не подчиняется, ну, это каким-то образом мой авторитет поднимает. Ну, князь говорит, хорошо, выбрали там какого-то сановника, вельможу, подчинили его. И, значит, полководец... А какой вопрос у полководца, вы прекрасно понимаете, у нового авторитета? Да, как его воспримет команда, как его воспримет войско, да? Значит, примет ли оно? Будет срушиться, не примет. Будет саботировать, будет, так сказать, воевать без огонька, война будет проиграна, да? Значит, и, значит, новый полководец обращается к вельможу и говорит, я выезжаю в войска сегодня, значит, когда вы предполагаете прибыть в лагерь. Значит, вельможик говорит, ну, у меня тут проводы наметились, значит, наверное, вот, условно говоря, во вторник, там, в 12 утра я буду. Значит, разговоры при свидетелях. Полководец говорит, хорошо, значит, вы будете во вторник к 12 утра. Понятно. Принято. И уехал. Значит, наступает вторник. А, значит, полководец делает следующее. Он, значит, утром этого дня вторника, значит, выставляет на площадь на центральную водяные часы и назначает к ним специального солдата, который должен следить за тем, чтобы в часах была вода, чтобы часы работали. Значит, 12 часов, того человека нет. Значит, там час, два, три нету. Ну, вот уже ночь практически, там, два часа ночи. Значит, в шатер полководца вводят вельможу. Значит, его патруль арестовал. За что? Он по лагерю скакал. На коне, да? А существует правило, в военное время по лагерю в ночное время на конец скакать нельзя. Почему? Ну, так, с точки зрения дровоскута. Паника может начаться, да? То есть ночь, топот копыт, непонятно, что происходит, может начаться паника. Поэтому существует правило, в военное время по лагерю только шагом. Значит, с коня слезай и веди, потому что иначе может возникнуть паника. Да, значит, итак, налицо две ситуации. Это опоздание к действующим войскам и перемещение ночью по лагерю на коне. Значит, полководец вызывает, ну, как бы у нас сейчас сказали, юриста корпоративного, да? И говорит, а, значит, был там в древнем Китае только ответственный за воинский устав, который, так сказать, знаток законов, который, так сказать, в чем введение были все регламенты. И полководец говорит, так, значит, что у нас полагается за опоздание к войскам? Тот перелистывает, говорит, смертная казнь. Да, говорит. Понятно, говорит, а что за перемещение по лагерю? Вскачь. Смертная казнь. Вот теперь у полководца вопрос, что делать? Напомню, что полководец, как и руководитель, имеет право сам устанавливать уместность применения регламента. Да, то есть ему решать, применить ли или не применить ли регламент. Да, есть регламент за опоздание там наказания, да? Но только руководитель вправе запустить этот регламент или придержать действие регламента, если он считает, что обстоятельства как бы не таковы, чтобы за это наказывать. И вот у полководца выбор, что делать? Чтобы вы сделали. Напомню, вельможа близкий друг князя. А, и вельможа говорит, да, еще один момент, говорит, да, я скакал по лагерю, да, я знал это, но я торопился, я знал, что я опаздываю, поэтому я торопился доложить. Вот. А еще полководец спрашивает, почему опоздали? Он говорит, там был разлив реки, значит, мы ехали в объезд, поэтому произошло опоздание. Полководец спрашивает, ну, вы устраивали проводы, да, вы не выехали так же, как я, вы хотели устроить проводы. Он говорит, да, мне хотелось попрощаться с друзьями. Там был князь, говорит, на моих проводах. Вот вопрос, что делать полководцу? Какие проблемы существуют? Давайте поступим в соответствии с наукой decision-making, да, и сначала выявим ограничения. Итак, какие существуют проблемы для принятия решений? Какие... Как вы говорите с князем, если соблюдешь, что и порядок? Вот, значит, первая проблема, там, непозначимость, а по порядку, к примеру, да, это то, что вельможа близкий друг князя, то, что князь был на его проводах, фактически, как говорят, что превращает пьянку в мероприятие, присутствие начальства, да? Вот. Вот, значит, фактически это было мероприятие, почти узаконенное, да, значит, вельможа близкий друг князя, значит, казнив его по регламенту, проблемки получатся, да? Ну, можно, по крайней мере, поиметь проблемки. Ладно. Какие еще ограничения существуют? Не казнешь, потеряешь авторитет. Не казнешь, потеряешь авторитет. А почему потеряешь авторитет? Ведь полководец сам имеет право, в данном случае, есть ли на лицо злой умысел преступления? Нет. Потому что человек спешил доложить, да? Раз. Второе, разлилась река, допустим, это мы проверили, река действительно разлилась. Два. То есть, преступления не было, значит, полководец имеет право, в соответствии со своей властью, да, решить, что данный регламент для данного проступка, ну, как бы, можно и не применить. Почему же он потеряет авторитет? Разумное действие. Был разлив реки, человек опоздал. Человек спешил доложить, понимая, что опаздывает, скакал по лагерям. Вы правы, что он потеряет авторитет, но почему? Потому что у него не так много власти, а еще. Нет, ну, все, кто не обладает, зачем его вызвать? Для того, чтобы иметь авторитет. Он это все не добивает, зачем его прежде? Не, не, я слышал. Вообще, может быть, ложный ходит. В смысле? Но сам с вами, вы еще предъявили, рекламент не такому, что не видит, что он сказал, потому что боится. О, вот оно, да? Вот грядка соседа. Да? Если бы полководец имел авторитет, его бы это не пугало, да? У него достаточный авторитет, чтобы отдельный поступок, да, игнорировать, как его могут трактовать. Если бы этот человек не был другом князя, это был бы самый последний, там, обозный воин, да? Значит, его можно было бы помиловать, потому что никто бы не решил, что есть иные мотивы. Правда? Но это был друг князя. Раз. И нет авторитета, два. Значит, в этом случае неприменение регламента могло бы быть истолково